Перед тем, как начать погрузку, гуманитарный груз окропили святой водой. Эти посылки собирали сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области и осужденные. За колючей проволокой связали носки, расписали иконы, изготовили печки-буржуйки. Мы сегодня организовали кружковую работу непосредственно на добровольных началах учреждения. Мы, начиная от вязания шарфов, носков и так далее, эта работа проводится. Мы очень тесно взаимодействуем с бизнес-сообществом, которое непосредственно сегодня на нашей территории осуществляет определенные работы, для того, чтобы ту продукцию, которую производят именно на добровольских началах, она тоже так же передается нашим солдатам, нашим военным на тех территориях, где они находятся. Спасибо вам за все. Среди посылок с продуктами и предметами личной гигиены лежат детские рисунки с надписями и письма. Некоторые дети сотрудников СИН решили отправить в зону СВО свои любимые игрушки. Такие подарки те, кто находится за ленточкой, ждут с особым чувством. С большой благодарностью и большой радостью. Всегда ждут новые посылки, новые изделия технические, с радостью принимают. У нас уже сложилась добрая традиция, когда мы приезжаем к ребятам, они передают нам письма. Письма для школьников, письма для бабушек. И вот у нас такая переписка происходит. Почти каждая посылка имеет своего адресата. Общественники, волонтеры стараются выполнить все просьбы людей. Этот гуманитарный конвой 11-й. В рамках акции своих не бросаем. И он один из самых значимых. Это конвой, который организовали сотрудники силовых структур. Это люди, которые априори находятся на страже интересов Российской Федерации и нас с вами, ее граждан. Это люди в погонах, у которых на сердце есть понимание долга, чести и совести. И они смогли силами своего личного состава собрать вот этот серьезный взнос, который мы сегодня отправляем в зону специальной военной операции и на территории нашего Донбасса. Самарская область на сегодняшний день входит в пятерку лидеров по оказанию гуманитарной помощи. Следующий конвой отправится из региона 21 февраля. Он будет называться «Палата добра». Светлана Тимофеева, Максим Гуся. События.